Разворот на эхе, к нам присоединяется Алексей Гончаренко, народный депутат Верховной Рады Украины, приветствуем вас, здрасте. Доброе утро, здравствуйте. У нас тем с вами много, давайте начнем с экватора, как его окрестили, президентство Владимира Зеленского, была дана пресс-конференция, пресс-марафон, где разные были произнесены слова, вот, например, по поводу госпереворота и участия в этом, насколько я понял, Рената Ахметова, человек влиятельного, миллиардера, это вот действительно у вас там так все круто? Ну, хороший вопрос. Президент у нас довольно так странно об этом рассказал. Он сказал, что готовился переворот между представителями Украины и России и хотели к нему привлечь Рената Ахметова, который самый богатый человек в Украине, крупнейший бизнесмен, но именно в такой формулировке, что хотели привлечь. И он надеется, что его не привлекут и не привлекли, и вообще, что, значит, этого не будет. Поэтому тут такая формулировка довольно обтекаемая. Ну, понятно, что президент такими вещами вообще-то не должен, конечно, разбрасываться. Немножко странно выглядит это заявление без задержанных каких-то лиц, никому не предъявлено никаких обвинений. Кажется, что это какая-то просто такая история немножко в духе 95-го квартала. То есть такой сценарный ход и больше какое-то внутриполитическое заявление. Потому что тут у нас много сейчас, очень такой большой скандал, так называемый, вагнеровцы. Это используемые ФСБ России наемники, которые убивают людей по всему миру. В том числе они это делают в Украине, на Донбассе. И вот этих вагнеровцев Украина год назад пыталась часть из них захватить, которые сбивали малазийский Боинг, например, в том числе. И этих людей хотела украинская разведка захватить. В результате операция была сорвана. Они были задержаны в Минске. Лукашенко их вернул, как преданный вассал, вернул их Путину. Ну и, как выясняется сейчас, что бывший начальник главного управления разведки украинской говорит о том, что он считает, что в ближайшем окружении Зеленского в руководстве офиса президента есть КРОТ, то есть российский агент. Так это вы имеете в виду Бурба, который сейчас, по-моему, в эмиграции? Генерал Бурба, да. Нет, не в эмиграции, он в Украине. А, он в Украине? Да, он живет в Украине. И он уже год как не руководит разведкой, но он заявил о том, что... Он считает, что есть предатель. И это такая громкая история. Понятно, что... Вот как-то мне кажется, что Зеленский решил эту громкую историю перебить. Еще более громкой историей. А вы что читаете по поводу предательства как раз в офисе президента? Ну, смотрите, я таким заявлением отношусь очень осторожно. Я не могу сказать, я не имею фактов, чтобы сказать, вот этот человек предатель. Могу сказать, что это очень возможный сценарий, потому что не только эта операция, но и целый ряд других операций украинских спецслужб, направленных против российских боевиков, российских спецслужб, были сорваны за последнее время. Поэтому может ли быть такое? Может. Ну, и все-таки об этом заявил генерал-полковник разведки, скажем, в очень серьезном уровне. В любом случае должно быть расследование. И, к сожалению, офис президента Украины все делает, чтобы это расследование не состоялось. Ну, вот как бы такая история. Конечно, у нас есть, к счастью, в отличие от вашего президента, наш президент не убивает журналистов в свой день рождения. Он вообще такие вещи не делает. Садится с ними, разговаривает на прессе. Ну, но наш президент тоже не убивает журналистов в свой день рождения. Если вы про Анну Политковскую, извините. С большой натяжкой. Да, я жестко извиняю, но для вас может быть натяжка, а для меня все понятно. Вот. Еще он убивает оппозиционеров на мосту перед Кремлем. Это я про Бориса не упомянула тоже. Тоже натяжка. А еще он травит оппозиционеров. Навального, например. Тоже большая натяжка. Мы этого не знаем. А смотрите Алексей. Не, ну, Алексей, давайте, пожалуйста, нет, пожалуйста, ради бога, высказывайтесь. Только проблема единственная в том, что вы очень аккуратно в этом смысле формулируете ваши реплики в отношении Владимира Зеленского. Но так вопрос касался именно Зеленского, так вот мы про него... Я про Зеленского говорю. Ну, я не знаю, потому что может быть так, а может быть этак. Как-то вы очень аккуратны в своих высказываниях. Да, потому что я отвечу вам почему. Потому что я же сказал, что Зеленский, в отличие от Путина, садится за стол и вынужден... Не потому что он там что-то хочет или не хочет. Потому что в Украине общество не позволит ему сделать иначе. Садится за стол с журналистами и разговаривает с ними. И вынужден давать ответы на их вопросы. Вопрос. Да, теперь на Бутусова на следующий день после беседы наездов на Зеленского завели уголовное дело. Правильно я понимаю? Или проводится проверка? Это правда, но я уверен, что Бутусов останется и на свободе, и жив. В отличие от, повторюсь, очень многих оппозиционеров российских и политиков и журналистов. Я правильно понимаю, что Бутусов как раз Зеленского на этом пресс-марафоне спрашивал про ряд сорванных операций. Да, в том числе. Он назвал имя Бутусов, это известный украинский журналист, я к нему с большим уважением отношусь. Он считает, что вот этим кротом является такой господин Демченко. Это кто? Это человек. Когда-то он был первым замминистраем иностранных дел, когда были харьковские соглашения, подписывались о продлении нахождения российского черноморского флота в Севастополе. А сейчас он заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны в Украине. И он возглавляет комитет по разведке при президенте. Все разведывательные органы объединяются в этот комитет. И вот Бутусов считает, что именно он, кто, собственно говоря, и есть российский агент. Подождите, Алексей, секунду. Это считает не Бутусов, потому что фамилия Демченко, по-моему, звучала чуть ли не изначально в расследовании Беллинкет, признанного кем? Иностранным агентом, да, в Российской Федерации. И просто фамилия Демченко звучит изначально, вот с лета, когда началась вся эта история с вагнеровцами. Объясните, пожалуйста, почему... Вот звучат действительно из уст первого лица сообщения о госперевороте. в перевороте. Звучит фамилия Ахметова. Звучат истории про Демченко. Почему это не превращается в какие-то серьезные уголовные дела и в какие-то разбирательства? Почему это остается вот просто на словах? Сели, побазарили, разошлись. Это вот как бы про что? Это вот про то, что Украине еще двигаться в сторону, когда мы движемся в цивилизованного мира и европейских стран. Еще надо идти, идти. И, к сожалению, хотя у нас есть свобода слова, и это очень классно, но у нас власть влияет на правоохранительные органы и независимых правоохранительных органов практически нет. Поэтому расследовать преступления, в которых может быть замешан лично президент либо его ближайшее окружение, ну, мало кому есть. Это очень сложно. И хотя формальное дело, уголовное дело заведено по факту провала операции вагнеровцев, например, но реально оно действительно не расследует. А по поводу Демченко? Мы как оппозиция пытались добиться создания временной следственной комиссии в парламенте, которая бы это расследовала. Но, к сожалению, эта комиссия была создана во главе с представителем «Слуги народа», то есть это партия, которую возглавляет Зеленский. Ну, естественно, из всех комиссий это все члены «Слуги народа». Соответственно, они, конечно, не хотят расследовать президента, а пытаются тоже как бы это расследование слить. Вот как бы реальность. Алексей, давайте рекламу послушаем сейчас две минуты и вернемся с вами в эфир. Так, а скажите, пожалуйста, о Демченко, вы солидарны с Бутусовым в том, что Демченко такой подозрительный тип? Ну, я вообще лично считаю, что самый подозрительный тип там – это глава офиса президента Ермак. Я прямо в Верховной Раде, выступая с трибуны, он там присутствовал, сказал, что он засланый казачок. Поэтому у меня есть скорее к нему сомнения. Ну, а господина Демченко я не знаю. И, честно говоря, не до конца понимаю, на чем основана вот такая убежденность Бутусова. То есть каких-то фактов он не называет. Не, а я просто вот смотрю биографию Демченко, и, по-моему, даже Зеленский об этом же сказал, да? Демченко при Порошенко работал советником в его президентский срок. Да, да, это правда. Ну, советник – это такая должность. То, что Зеленский сказал про советника, советников у президента очень много. Ну, все-таки это не случайные люди, да. Это же все-таки статус определенный. Нет, это не случайные люди, кадровый украинский дипломат. Демченко – это кадровый дипломат. Если верить Википедии, тот же самый Демченко при Порошенко работал прямо вот с 2014 по 2019 год. То есть, если уж Бутусов задает вопрос Зеленскому по поводу Демченко, можно и Порошенко вопрос такой задать, наверное. Можно задавать вопрос всем, и все должны на них отвечать. Бутусов, скажите еще раз, пожалуйста, мы просто с моей коллегой обсуждали уже сегодня вот эту вот саму, я не знаю, выходку, перформанс со стрельбой из гаубицы. Когда Юрий Бутусов, будучи журналистом, он стоит в военной форме и открывает огонь из вот такой большой-большой пушки со словами «огонь по оккупантам». Вы как к этому относитесь? Ну, уже Бутусов сам об этом все ответил. Это было несколько лет назад. Это было не в зоне боевых действий. То есть, это во время каких-то учений. Ну, вот он так. Не-не-не, это вы Бутусово пересказываете. Алексей, вы как к этому относитесь? Нормально, что журналист этим занимается? То, что журналист приехал на позиции, и ему разрешили артиллериста дернуть за веревку и выстрелить из гаубицы на учение? Да. В принципе, да. Да? Я... Да. А почему бы к этому ненормально относиться? Ну, потому что журналист в военных действиях, который работает, он не очень-то имеет право вообще, собственно, дергать за шнурки в 152-миллиметровых артиллерий. Смотрите, ну, это как бы вы так считаете? А я считаю, что если он приехал в зону учений военной, ему разрешили это сделать, понимая, что вот они ее выставили... Слушайте, я не хочу это даже разбирать. У нас целое будет уголовное дело, которое будет разбирать Государственное бюро расследований. Они выяснят все обстоятельства и нам сообщат. Выложено это видео было лет пять назад, поэтому сейчас о нем сидеть и комментировать. Не-не-не, выложено оно было 27-го числа. А, ну, чем оно, какой датой? Он его перевыложил. Он его перевыложил. Первый раз он его выложил лет пять назад. Ну, Алексей, вы же понимаете, что сейчас, простите, и наша российская пропаганда, и наши российские власти прекрасным образом этот конкретный кейс будут использовать против вас же. Я имею в виду против Украины. Слушайте, смотрите, для российской пропаганды вообще нет никакой необходимости в реальных кейсах. Мы знаем раскат о мальчике в Славянске, которого, естественно, не было. Мы знаем этот поток вранья, который идет с утра до ночи, льется с российских телеканалов. Всякие Скобеевы, Соловьевы, Поповы. Теперь у вас там Скобеев, он или Попов, я уже забыл. Целый депутат Госдумы. Да, мне его еще, я так понимаю, встречать, этого негодяя в парламентской ассамблее Светлой Европы. Так это счастье будет. Конечно, сможете задать ему вопросы, почему для нас, для диалога. А он интеллигентный человек, конечно. Он негде из Москвы хоть на время. Это по принципу Суркова, отправлять энтропию подальше, по его статье, я так понимаю. Но это вот вы туда, Толстого, Попова, отправляете их в Страсбург, Конечно, вы их научите уму-разуму, конечно, пусть они общаются. Пусть они в спорах рождается истина, как известно. А еще раз, Алла. Спора с ними не очень получается, понимаете? Старайтесь. Спор может получаться с теми, кто хочет вообще хоть как что-то услышать, а эти господа ничего слышать не хотят. Ну, тут, честно говоря, такое же... И везут они себя. И я вам, вот как вас же сейчас слушают, там, я не знаю, сотни тысяч, тысячи граждан России, могу вам сказать, что эти господа опозорят Россию, когда они говорят, мы представляем Россию в Страсбурге. Всем сразу становится стыдно. Ну, потому что там антисемит, украинофоб и прочее, Толстой, который говорит, я вот правнук Толстого, и вам сейчас расскажу про Россию, как танками надо переехать в Тбилиси и Варшаву. Это про Киев я молчу. Это он такое говорит в Страсбурге. Ну, вот такая интересная диалога. С Толстым тоже встретитесь, это ваш давний знакомый. А с Поповым, когда вас встреча, это же в Пассе, да, я правильно понимаю? Да, это в конце января у нас встреча. Правда, в последнее время, так как ваша делегация привита спутником, который не признает никто в мире, кроме, собственно говоря, России, то их пускают в Страсбург только работать. Их так не устраивает, потому что они любят там ходить по ресторанам, ездить на Лазурный берег. И они в знак протеста последние несколько раз не ездят. И включаются онлайн. Ну, потому что им их не устраивает. Ну, может, приедут с ланчбоксами просто, кто знает. Ну, может, приедут, да. Поэтому если вот они все-таки приедут в январе, то мы с ним встретимся. Ну, вы Попову не боитесь вот такого контакта? А то вы как-то на него набросились? Лицом к лицу. Да, в смысле, это... Смотрите, Попов боится Скобееву свою, а я не боюсь и Скобееву. Так о чем не бояться Попова? Где же он ее боится? Все отлично у них. Ладно, давайте к Зеленскому еще раз. Тихое семейное счастье. Скажите, пожалуйста, можно я... Про Зеленскому, да. Конкретно, когда появилась информация, когда Зеленский сказал, миллиард долларов, Ахметов, возникли некоторые комментарии, связанные с тем, что, о, Ахметов, это новый украинский Ходорковский. Может так ситуация развиваться, на ваш взгляд? Ну, смотрите, мы вот поэтому вначале и говорили, что, к счастью, в Украине есть свобода слова, и президент находится хоть не в таких рамках, как нам бы того хотелось, как он был бы в Европе, но все-таки в очень серьезных рамках, со стороны, как минимум, гражданского общества и средств массовой информации. Поэтому просто так кого-то обвинить и посадить, как это произошло с Ходорковским, который просидел 10 лет, а его просто там отпустили, ну, в Украине такое невозможно. И поэтому такого не будет. Если у Зеленского есть какие-то доказательства в отношении любого там крупного бизнесмена, то их надо будет предъявлять. Судя по пресс-конференции, у него никаких доказательств нет. Потому что он же там говорит, вот может быть, его кто-то хочет втянуть и так далее, и так далее. В этом разница. Это то, за что украинцы, вот ровно, кстати, вот ровно 8 лет назад были на Майдане, и то, что украинцы смогли защитить своей стране свободу. Как вам Зеленский-то в итоге? Два с половиной года же? Ну, в этом, собственно, ключевой вопрос. Его пресс-конференция была посвящена Экватору, да, и действительно, он половину срока уже президент. И хотелось больше услышать отчет, больше мы услышали каких-то заявлений, скандалов и там прочего, что вот мы сейчас с вами обсуждали. Ну, я оппозиционер, поэтому я могу быть не объективен. Мне кажется, что Зеленский – это потерянные возможности для Украины, потерянное время, и человек, который абсолютно не на своем месте. Ну, могу там разбирать это дольше и подробнее, думаю, в этом особо смысла нет. Но есть люди, у которых другая точка зрения. Ну, на свободных демократических выборах в Украине, которые у нас свободны и демократические, мы изберем нового президента, когда придет соответствующий срок. Ну, слушайте, а что вот, если смотреть на место Украины на международной арене, контакты с американцами не потеряны. Оружие получаете, и причем от Турции, да, вот этот беспилотник из Турции, используете его на линии фронта активно. Грех жаловаться. По-моему, вот так вот, и простите, если глядеть из Москвы, точно ситуация не усугубилась, если сравнивать с президентством Порошенко. Ну, смотрите, если сравнивать с президентством Порошенко, ну, те же Байрактары, например, были, собственно говоря, контракт заключен при Порошенко. При президентстве Порошенко, с момента, как он инаугурировался, и до его экватора, Украина отвоевала половину Донбасса. При Зеленском Украина не вернула ни одного квадратного метра своей территории под контроль. Что касается санкций, вот мы с вами вспоминали ПАССЕ, Россия вернулась, например, к парламентской ассамблею Совета Европы, где она была под санкциями при президенте Порошенко. При Зеленском уже нет. Что касается оружия и прочей помощи, конечно, Украина важна для цивилизованного мира, потому что мы сдерживаем вот эту российскую агрессию, эту безумие Путина, которое идет. Посмотрите, вот что, где он добрался до Беларуси, начал ее там гибридно аншлюз ее осуществлять. Посмотрите, что сейчас происходит на границе Беларуси и Польши. Это Путин, что ли, виноват? Вы сейчас Лукашенко обелите таким образом. Ну прекратите, ну что? Лукашенко, извините, это шнурок, это вассал, который исполняет его команду. Если бы Путин хотел это остановить, он бы это вот так одним щелчком пальцев бы остановил. Путин счастлив, он несет... Посмотрите, Сурков, бывший помощник Путина, вот написал все точно. Нести энтропию в мир. Вот он ее несет. Его задача расколоть Европу вопросом мигрантов там. Атаковать Польшу. Вот они это делают. И в значительной мере на 90% все это сдерживает сегодня Украина. Потому что если бы Путину удалось захватить Украину, как он хотел, сейчас бы все это было на границе с Венгой, Польшей, Словакией и так далее. И поэтому Европа и США, как помогали Украине, так и будут помогать. Вне зависимости от фамилии президента. Но можно добиваться совершенно иных результатов, чем то, к сожалению, что мы имеем на сегодняшний день в Украине. Ну, это с моей точки зрения. Конечно, Украина развивается. Конечно, Украина... Там у нас минимальная зарплата выше, чем в России. Там рассказывают... Очень любят рассказывать, какие бедные украинцы, как у нас все плохо после Майдана. Код для слушателей. Минимальная зарплата в Украине выше, чем в России, где-то в полтора раза примерно. А какая у вас минимальная зарплата? У нас минимальная зарплата 6500 гривен, а российская минимальная зарплата 12700 рублей. В пересчете на гривны это 4600 гривен. То есть вот разница вам. Поэтому, конечно, Украина развивается, но это еще раз благодаря тем общим трендам, которые были заданы благодаря... Наследие Порошенко. Не только. Это скорее наследие Майдана. Это тот демократия, которая есть в стране. Она в том числе и дает конкуренцию в экономике. Она дает развитие нашему государству. Алексей, полторы минуты. Война будет? Просто как-то на прошлой неделе вроде все говорили, готовились и пугали нас. И с американской стороны, и украинские. Различные были заявления на эту тему. Вы там как? Война, смотрите, во-первых, война уже есть. Восьмой год. У нас захвачен Крым, у нас захвачена половина Донбасса. Война идет прямо сейчас. А вот это вот вторжение, которое Путин готовит в феврале, а танки поедут где-то там. А вот это вот большое вторжение. Вы хотите, если вы хотите мою точку зрения, я, конечно, точно не знаю. Моя точка зрения следующая. Путин шантажит. У него этот шантаж прошел весной, когда Байден назвал его убийцей. После этого он начал шантажировать атакой на Украину. Ну, Байдену пришлось ему звонить, они встречались в Женеве. И как бы Путин своего добился. Достраивал там Северный поток-2. Сейчас он хочет повторить этот маневр. Теперь он хочет сертифицировать и запустить Северный поток-2. Может, еще чего-то хочет от Байдена, я уж там не знаю. И он опять начинает этот свой шантаж атакой на Украину. Я думаю, что нельзя просто этому шантажу поддаваться. Если Путин это сделает, это будет иметь катастрофические последствия для России тоже. Конечно, для Украины это будет катастрофа. Но и для России тоже. Путин же не дурак, чтобы на Украину танками идти, правда? Ну, он это уже сделал 8 лет назад. Поэтому Путин может быть не дурак, он просто безумный диктатор и убийца. Вот, правда. Понятно. Спасибо большое. Алексей Гончаренко, народный депутат Верховной Рады Украины в утреннем эфире «Эх Москвы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...